В четвертом дубе контрабанды опубликована цикл «Козель и кошки». Я видела, как она ступала по ночному небу своими мягкими черными лапами, Как она окуналась в бархатную черную негу и любовалась звездными лампами, Как катала туда-сюда по небосклону серебряный лунный мячик, Как ее приманивал к своему звездному трону призрачный млечный мальчик, Как таинственная богиня ночи склонялась перед ней ниц, И злона, считая ее собственной дочерью, исполняла каждый ее каприз. Черная-черная кошка с золотыми ночными глазами Ушла ты по лунной дорожке вслед за волшебными знаниями. В 2015 году у меня в 20-е время вышла книга «Кофейная девушка». Вот там самое знаменитое сихотворение «Кофейная девушка». И вот, так сказать, она уже была большая популярность в интернете, И ко мне как бы такой был прилип. Пошло в школьную программу учебников по литературе анчурии, между прочим. Я кофейная девушка, я девушка кофе, Я бегу мимо вас в городской суматохе, Мои волосы мокко, изысканный мокко, Но мне так одиноко, мне так одиноко. Я кофейная девушка с ароматом ванили, Вы, наверное, меня еще не позабыли. Я кофейная фея в карамельной помаде, Отыщите меня в городском звездопаде. Я конфетка ночная, Я медленно таю, Вместе с кофе ночным в небеса улетаю, А потом возвращаюсь с излюбленным молко, Чтобы не было так без меня одиноко. И последнее, про кофе. Принесите мне кофе. Это не меня, там, блин, в интернете, Уже все там запланили. Изысканно черный, С черной магией ночи. Приготовьте его. Я присяду за столик с этой чашкой бездонной, И как будто бы спрячусь за ней от всего. Принесите мне кофе. Изысканно нежный, Слонным образом чашки и с россыпью звезд. Я хочу насладиться горчинкой небрежной До восторга в душе и до радостных слез. Ну, а если мне станет совсем одиноко И захочется неги таинственных стран, Принесите мне кофе. С ароматом Востока, С легкой дымкой турецких заманчивых тайн. Спасибо.